Итак, доброго всем времени суток. Приветствую всех на канале Airzone Game. И мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Rodos. Напомню, что в предыдущей серии мы посмотрели уже на огромное количество предложенных нам работ, каких-то механик, интересных мест и дошли до профессии водителя автобуса. И приступаем, естественно, к этому виду деятельности. Вот так это выглядит и вот такой вот симпатичный, можно сказать, автобус нам предлагается. Ну и, наверное, вот на этом виде деятельности, на этой работе мы задержимся максимальное количество времени по той простой причине, что мне есть что сказать и что показать. В общем-то, как выглядит автобус, в какой антуражности это находится вы сейчас видите. И тут у меня, в общем-то, даже претензий никаких и нет. Нет, он действительно красивый автобус, он еще и функциональный, тут открываются двери, можно ходить по салону. В момент, когда вы покидаете автобус, вы не выходите из него полностью, но это вы сейчас увидите, а как бы просто встаете с водительского сиденья. Нет, выполнено прикольно, красиво, но, как всегда, это тоже позаимствовано из работы, можно сказать так, с работы, связанные с проектами GTA 5. Но тут у меня есть небольшое, как бы, корректирование, что ли. Подобную работу я встречал еще два года назад на проекте, который назывался Амерта. К сожалению, проект не существовал какое-то продолжительное время. Он открылся, побывал в онлайне, может быть, месяца два и благополучно скончался. Сейчас есть группа, но проекта уже не существует. Так вот, на том проекте, сейчас вы видите вставочку в видео моего обзора, была похожая работа водителя автобуса. На тот момент это был прорыв, тогда еще не было GTA 5, и это, конечно же, было, ну, замечательно выглядело. Как это выглядит там, вы сейчас видите. Самое удивительное, что, в общем-то, можно было ехать, останавливаться на остановках, так же, как сейчас в GTA 5. Надо было стоять, как вы видите, на остановках 10 секунд, открывая двери. И остановка следующая горела через всю карту. То есть, вы прекрасно понимали, куда вам надо ехать. Единственное, что на тот момент я говорил, что не хватало только километража под вот этой вот иконочкой остановки. Но выглядело это вот на том проекте Амерта очень-очень прикольно. Здесь, к сожалению, выполнено это немножко по-другому. Не знаю даже, как это вот охарактеризовать. В общем-то, очень достаточно сложно это выполнено здесь, и не антуражно, я бы вот так сказал. Но, в общем-то, сейчас мы прокатимся и все посмотрим и пощупаем своими руками. Ну и вот первое, о чем бы хотелось сказать, это вот как раз отличие от той же Амерты, да, где я только отъехал от остановки, у меня тут же через всю карту горит следующая остановка. Здесь же мне приходится искать остановку на карте, как видите, вот она обозначена кружочком, и ехать туда. Но так как у меня на этом проекте не работает навигатор, а надо сказать, что здесь есть отдельный навигатор, он включается через планшет или кнопкой Ctrl-N, но у меня он не работает. Мне приходится рисовать его на карте, эту остановку, и ехать туда. Визуально я не вижу, где она. А вот еще раз повторюсь, что на той же Амерте это было визуально видно, и я знал, сколько мне надо ехать, куда мне ехать, и даже название остановки там уже горело. И следующее, если уже теперь проводить аналогию с GTA 5, то там мы едем по маршруту, где нас ведут метки. Едем по меткам и уже точно с маршрута не собьемся. Здесь тоже есть метки, ну, на работе газонокосильщика, например. Мы это только что видели в предыдущей серии. Но вот на работе водителя автобуса таких меток нету, которые могли бы нас вести в нужном направлении. Повторюсь, что есть навигатор, но он у меня не работает. Чуть позже я покажу. Я пытался его запустить. Сидишь по 15-10 минут, он крутит, 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 и ничего не происходит. Но данная проблема с навигатором, это чисто моя проблема, потому что я ехал с таксистом, у таксиста все работало, а у меня нет. Вообще, навигатор у меня работает на крайне малом количестве проектов. Так, например, на Evolution у меня работает он очень хорошо, а вот на остальных ни хрена не работает. Бог его знает, с чего это зависит. Ну, а вот, пожалуйста, как выглядит остановка. Мы подъезжаем, и ничего не ограничивает меня, не заставляет меня здесь стоять. То есть, если бы здесь стоял, например, человек, я бы просто мог пролететь мимо. Время, которое я трачу на остановке, это чисто мое время, потому что я не могу найти следующую остановку. Вот она обозначена на следующем острове, я ее вижу, сейчас я потрачу время, чтобы нарисовать, когда туда доехать. Вот это, в общем-то, все время. А я бы мог, если я знаю маршрут, или если бы у меня работал навигатор, я бы мог просто пролететь мимо этой остановки, потому что ничто меня не заставляет на ней остановиться. А это, я считаю, не очень правильно. Ну, и последнее, что хотелось бы сказать по этой работе, это то, что маршрут пролегает по каким-то, ну, я бы сказал, не ключевым точкам. То есть, например, вот есть очень важная точка аэропорт, которому, в общем-то, достаточно часто приходится прибегать, и там взять машину, и взять вертолет, ну, и вообще такая достаточно ключевая точка, она не задействована. А остановки сделаны в каких-то очень, я бы сказал, глухих местах, где вряд ли, на самом деле, встретишь кого-нибудь из игроков. Ну, а в целом, можно сказать про работу, что она неплохая, она, как минимум, отличается от стандартных проектов, и, в общем-то, это тоже такой же глоток свежего воздуха. И по автобусу, если говорить, то очень приятно управляется, вообще вести этот автобус, ну, доставляет какое-то даже удовольствие. Ну, и ладно, хватит об этой работе, переходим к следующей. А следующая работа, это работа инкассатора. Ну, и те, кто знают проекты GTA V, наверное, узнают и машину, ну, и, в общем-то, работа выполнена все в том же стиле. Сейчас, как всегда, я сделаю видео-вставочку по аналогии с GTA V. Ну, а внутри машинка выглядит вот так. К сожалению, она немножко недоделана, как видите, приборную панель забыли сделать. Ну, это, в общем-то, на геймплей никак не влияет. Я говорил в самом начале первой серии, что проект по просьбе игроков открылся рано. Поэтому есть такие вот недочеты, которые, может быть, в скором времени поправят. Хотя, я думаю, что эту машину, в общем-то, никто трогать и не будет. Ну, а далее нам предстоит ехать к ближайшему банкомату, как и в GTA V, и забирать оттуда деньги. И так и ездить по точкам, пока не соберем нужное количество, и потом возвращаемся обратно на базу. И, в принципе, к этой работе у меня претензий никаких нет. Она выполнена хорошо. Хорошо. Единственное, что да, как и во всех этих вот работах, автобусы и тому подобное, надо самому искать эти точки и ехать туда. Ну, так как у меня не работает навигатор, поэтому мне это немножко сложненько. Далее надо обязательно переодеться, иначе вот этот триггер не будет с вами никак взаимодействовать. Конечно же, можно придраться к одежде инкассатора. Это кобура и белая маечка. Ну, так себе антураж, конечно. Я думаю, что ребята это все-таки поправят и сделают какую-то более интересную ему одежду. Инкассатору имеется в виду. А далее, ну, случился небольшой баг. Я искал следующую точку, а она оказалась вот тут. Видите, в самом левом нижнем углу карты. Повторюсь, что проект открылся по просьбе игроков слишком рано. Он не готов на 100%. Поэтому вот такое вот может случиться. Вот как на этой работе у меня. К сожалению, мне пришлось прекратить дальнейшее действие, связанное с этой работой, потому что туда я никак не доберусь. Вот такой вот небольшой баг. И я уверен, что ребята в скором времени это все поправят. Ну, а мы с вами переходим к следующей работе. А следующая работа это работа дальнобойщика. И надо сказать, что вот она мне понравилась больше всех. Ну, и, наверное, неспроста. Она находится последней в списке, которые вам будут открываться по степени вашей прокачки. Да, она стоит самая последняя. Для нее нужен максимальный уровень, который у вас будет написан в планшете. Это я все показывал в первой серии этого обзора. Прикольная работа. И я даже не буду ее сравнивать ни с какой. Ни с GTA, ни с какими-то другими проектами. Она не похожа ни на что. Как она выполнена? Сейчас мы это все обсудим и посмотрим. Машинку надо арендовать. Стоит она не дешево, но это того стоит. И быстро окупается. Буквально за один рейс. Выглядит машинка вот так. И надо сказать, что это не дальнобойная машина. И вообще, в принципе, я бы переименовал эту профессию не дальнобойщик, а какой-нибудь там доставщик продуктов или что-нибудь такое. Ну, потому что машинка маленькая. И к тому же это еще и самосвал. Ну, и еще один факт, что, ну, карта небольшая. Поэтому здесь, в общем-то, слово дальнобой даже не подходит. Это не Altice, на который вы реально от одного конца карты до другого будете ехать 20 минут. Нет, здесь такого нет. Карта небольшая. И, в общем-то, весь ваш маршрут займет, собрав все точки, наверное, минут, может быть, 15, может быть, 20. Но это весь маршрут. Поэтому тут тяжело эту работу назвать дальнобоем. Машинка выполнена, ну, просто на высшем уровне. Я даже захотел купить себе такую же в магазине. Правда, что-то я ее не нашел. Мне кажется, она есть только вот на этой профессии. Я купил себе другую. Машинка интересная, управляется хорошо. Сейчас мы еще посмотрим, какой у нее функционал. Сама же работа заключается в том, что вам надо найти на карте точку, подъехать туда и, вот как вы сейчас видите, подобрать груз. Ну и все. И проследовать, в общем-то, на следующую точку. У машинки много всяких интересных фишек. Так, например, у нее включаются аварийные сигналы. То есть, включаются маячки на кабине. У нее поднимается и опускается борт. То есть, это самосвал, как я в самом начале сказал. У нее есть дальний и ближний свет. У нее есть поворотники. У нее есть аварийка. Я вообще, на самом деле, влюбился в эту машинку. И не знаю, то ли из-за своей невнимательности, или, может быть, ее действительно нет в магазине. Но я так захотел себе вот такую вот машинку. У нее еще, кстати, и звуковое сопровождение отличное. Но в магазине я ее не нашел. Не знаю, надо будет еще раз полазить по грузовым магазинам, посмотреть. Но машинка действительно отличная. Но она, к сожалению, не похожа на дальнобойную. Поэтому я бы, например, переименовал эту работу на какого-нибудь доставщика или там развозчика. Не знаю. Но не дальнобойщик. Ну, а так как мы заговорили о транспорте, давайте-ка я вам тогда сразу же покажу легковой транспорт на этом проекте. Скажу сразу, что весь транспорт я вам не покажу. Магазинов здесь много. Магазины тоже подразделяются по левелам. Есть магазины, которые доступны сразу. Есть магазины, которые откроются вам чуть позже. Я покажу вам только тот магазин, который расположен в столице. Столица, напомню, называется по названию проекта Родос. Здесь стоит автосалон, в котором есть два аппарата, в которых машины каким-то образом подразделены. Вы уж смотрите сами. Машинки интересны. Как я и говорил в самом начале, в первой своей части, разработчики проекта подходят к выбору машин очень скрупулезно. То есть здесь не нагружены машины, не пойми какие. Здесь, как вы видите, они представлены практически все одного автора. Ну, большинство принадлежат одному автору. Поэтому машинки проверены. Как я и говорил, есть такая золотая середина, которой, видимо, придерживаются разработчики данного проекта, чтобы машина была и красивая, и в меру детализированная, но в то же время она не пожирала фпс. Вот такие вот машинки. Есть, как видите, и покраска. Все та же стилистика выдержана. В общем-то, она преследует этот проект. Вернее, даже не преследует. Они выдерживают этот стиль из проекта в проект. Ну, а вот, кстати, и второй магазин, в котором тоже представлены машинки. Ну, и какие они уж это, смотрите сами, кому что нравится. Наверное, это более спортивные автомобили. Машин очень много. Много как и легкового транспорта, так и грузового транспорта представлено на проекте. Очень много на любой вкус. Абсолютно. Мне вот нравится отечественный. К сожалению, отечественного транспорта здесь нет. Проект не выдержан в стилистике отечественного транспорта. Поэтому здесь так, все одни иномарочки, можно так сказать. Нашего транспорта здесь нет. Но и я тут нашел для себя интересные модели. То есть, мне нравятся, например, старые американские машины. Такие масклкары. То есть, они здесь тоже есть. Ну, и, в общем-то, остальной список автомобилей транспорта вы сейчас видите. Я немножко ускорю, потому что машин очень-очень много. Поэтому, ну, чтобы все это посмотреть и уложиться в эту серию, буду немножко побыстрее прокручивать. В общем-то, вы можете зайти на этот проект и сами все это увидеть. Посему я не вижу смысла очень долго на этом задерживаться. А вот по оформлению магазина хотелось бы сказать несколько слов. Когда я показывал здесь грузовой транспорт, я говорил, что мне не особо нравится, когда стоит транспорт на автопрокручивании. И выглядит все где-то высоко в небе. Обычно это все так немножко подлагивает. И нет возможности покрутить машину, приблизить, удалить. Как видите, вот в этом магазине все выполнено совсем по-другому. Это находится в каком-то ангаре. Заметьте, опять нестандартно выполнен ангар. Я могу поворачивать машину так, как я хочу. Я могу ее увеличивать, удалять. То есть, ну, вот в этом магазине выполнено то, как раз то, что мне наоборот очень сильно нравится. Я люблю, когда я хочу посмотреть машину сзади, спереди, а не ждать, когда это автопрокручивание повернет машину в нужный мне ракурс. Я считаю, что вот такая вот схема магазинов гораздо интереснее и удобнее для самого игрока. В общем-то, ну и может быть она в исполнении сложнее, я не знаю. Но мне вот это больше нравится. Тут я как захотел, так покрасил, так приблизил, удалил. В общем-то, это мне нравится гораздо больше. Еще мне здесь понравилась одна из машин. Не понимаю, почему она стоит здесь. Наверное, она VIP-овская, я так думаю. Последняя машинка грузовая. Хотя, несмотря на то, что здесь представлен в основном спортивный ряд машин, кстати, очень красивых машин. Большинство из этого я вообще не видел. Сейчас вы ее увидите. Это такой грузовичок, которого я тоже никогда не видел. Скорее всего, он по VIP-у, потому что я-то попросился для обзора, чтобы мне подключили это все. Вот этот вот грузовик, который вы сейчас видите. Я такого не видел. Я не знаю даже, чьи это руки произведения. Не знаю. Но мне очень понравилась эта машина. Прикольная. Она и не мега детализированная. К сожалению, у меня не хватило денег, чтобы ее купить и пощупать. Но выглядит прикольно. Никогда не видел ничего подобного. Как видите, есть и модификации. Но прикольная машина, прикольная. Очень мне она понравилась. Но надо сказать, не только подобные модели на этом проекте меня удивили. Здесь есть еще одна интересная фишка, которую я не видел ни на одном другом проекте. А именно, открытие своего бизнеса. Здесь есть такой деловой квартал. И начинается он вот с такого вот офисного здания, в которое мы заходим. Здесь стоит некий компьютер. Мы с ним взаимодействуем. И здесь нам предлагается выбрать название для своей компании и открыть свою компанию. В общем-то, на тот момент мне ничего в голову не пришло, как Airzone Auto Trans Incorporated. По-моему, так я ее назвал. Но вы сейчас это видите. После того, как вы называете свою организацию, вам предлагается оплатить. И вот единственное, в чем я не разобрался, снизу идут какие-то аббревиатуры. Я не знаю, что они обозначают. Я выбрал самую максимальную аббревиатуру, которая дает большие возможности. Выскочила табличка с подтверждением, хочу ли я купить и создать, вернее, свою организацию. Ну, это вы все сейчас видите. Естественно, подтверждаем. И все. У нас открыта своя компания. Но и это еще не все. Здесь же, рядом с этим бизнес-центром, находится деловой центр. Где есть свободные территории, для того, чтобы вы могли там организовать свою базу. Ну, базу, не базу, в общем, бизнес. Вот так вот они выглядят. Видите, они отделены заборчиками. Да, они выглядят все одинаково, так скажем, стандартно. Ну, в общем-то. Ну, вот так вот выглядят эти вот кусочки земель, которые продаются. Их здесь очень много. Вот, когда вы нажимаете выбрать землю, да, видите, красным обозначены те участки, которые свободны. Черным, те, что уже проданы. Как вы видите, свободных очень и очень много. И это доступно для любого. Заходим в планшет. И там у вас теперь уже есть меню своей организации. Но туда надо перевести деньги. Вот видите, я перевел деньги. Все. Я захожу на участок, который я выбрал. Нажимаю, по-моему, Alt-C. И все. Мне предлагается приобрести этот участок. Соглашаемся. И все. Вуаля. Как можно заметить, появилась новая организация. Airzone Auto Trans Incorporated. У меня свой бизнес. Но где еще можно такое найти? Я действительно это вижу первый раз. Я создавал некое подобие. Но это было все через администрацию. А здесь я могу сам себе установить место гаража. Также через планшет заходим. И, пожалуйста, я ставлю гараж там, где я это хочу. Я выбрал вот это место. И все. Пожалуйста. Нажимаем пробел. У меня вот в этом месте стоит гараж. И это еще не все. Я могу выбрать место появления машины. Тоже там, где я хочу. Но это меня вообще очень сильно удивило. Выглядит это вот таким вот образом. То есть я взаимодействую опять через планшет, через свою организацию. Выскакивает стрелка. И вот то направление, которое от меня до стрелки, вот в этом вот направлении и будет появляться ваша машина. Я выбрал вот это место. Я выбрал вот это место. И теперь мой транспорт, который я загоню в гараж, будет стоять там. Далее нам надо поставить склад. Ну, склад, естественно, я выбрал в офисном здании. Ну, не пустовать же. Ему такая громила стоит на территории, что она будет пустовать. Я выбрал вот такой вот закоулочек, чтобы было удобно разгружать машину, забегать в дверь. Все, теперь у меня есть склад. Склад можно расширить. Также через планшет. Вы можете заходить в планшет и расширять свой склад. Это обалденная тема этого проекта. Вот, кстати, как выглядит одна из точек добычи ресурсов на этом проекте. Которые, кстати, я теперь могу собирать и складывать на своем складе в бизнесе. А если я еще приобрету верстак, то я смогу и крафтить. Крафтить и продавать в интернете сделанные мною продукты. Ну, а список продукций, которые я могу выпускать, он просто огромен. К тому же я еще могу нанимать людей. По-моему, на данный момент мне позволительно нанимать до пяти человек. Вот такая вот интересная фишка. А вот, кстати, то, о чем я говорил. Когда летаешь на вертолете, не хватает зелени на этом проекте. Сейчас вот для сравнения вставлю вставочку с проекта на базе Тоноа. Да, и вот разница сразу какая. Там зелень и здесь. Ну, и карта, видите, такая достаточно однотонная. И очень, ну, очень мало зелени. Такая вот, как я и сказал, да, как пляшивая собака вот. Такими пучками растет. Особенно вот говорю, когда вот с такой высоты смотришь и едет машина через лес. Действительно, вот как будто блоха пробирается через эти вот негустые заросли. Ну, да ладно. Я думаю, что ребята еще и над этим поработают. Ну, а мы подлетаем к точке добычи ресурсов. Так как я вам уже показал одну точку, до которой не добралась рука разработчиков. Я должен в противовес показать, что есть точки, на которых уже сделан весь антураж. Все красиво, все очень и очень интересно. И подобных точек, на которых уже, так скажем, сданы под ключ и сданы в эксплуатацию. Здесь, ну, приличное количество. И, в общем-то, собирая ресурсы, занимаясь фармом, вам будет не скучно. И, ну, глаз будет радоваться. Я же, к сожалению, должен был покинуть экстренно проект. Потому что дела в реальности были очень важные. И я решил поставить вертолет вот на этой вот точке. Надеясь на то, что зеленая зона, ничего с ним не будет. Действительно, не было абсолютно нисколько времени лететь до какого-то ближайшего гаража. Но, к сожалению, когда я зашел, я понял, что вертолет у меня здесь украли. Я не читал правила и не знаю, можно ли здесь воровать транспорт в зеленой зоне на точке добычи или переработки. Не знаю. И не стал даже и спорить, и связываться с этим. Но, к сожалению, дальнейшего обзора красоты этого проекта не случится. Потому как, ну, администрации на проекте не было. А денег на новый вертолет у меня тоже, к сожалению, не хватало. Поэтому на этом я предлагаю закончить обзор этого проекта. Давайте подведем кое-какой-то итог. Я, по возможности, постарался показать вам максимально того, что вы увидите и с чем вы столкнетесь, если решите зайти на этот проект. Показать то, как вы будете развиваться, с чем вам придется взаимодействовать, какие есть фишки интересные, функции на этом проекте, какая есть работа, ну и тому подобное. К сожалению, все охватить невозможно. Из того, что я показал, наверное, всего процентов 30-35 всего интересного функционала, который есть на этом проекте. Я действительно очень много всего не смог вам показать. И то, как здесь устроены военные части, как устроены военные действия, тот дальний остров, который я обещал показать. Но, к сожалению, из-за потери вертолета не смогу вам этого показать. И то, какие здесь организации, и как они действуют, и как выглядят эти организации. В общем, еще много-много всего, чего я не успею вам показать и не смогу. Но у вас есть возможность зайти и посмотреть на это все своими глазами. Что же касаемо меня, то мне проект понравился. Действительно понравился. И я считаю, что это лучшее из того, что я видел под брендом Rodos. Я посещал много их проектов. Ну, не много, а три. И это, я считаю, топовая сборка и, в общем-то, топовый проект. Да, я бы его, наверное, порекомендовал. Если кому-то понравился этот обзор, кто-то хочет испытать себя в РП направлении, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует...